Добрый день! 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 То есть они были без документов и они были, естественно, на свиросу, скажем так. Ну, на самом деле, насколько люди получали огороды, еще царь Огороха 96-90. Ну, я все-таки понимаю. Но не сделали. Я сам копал такие огороды. И теперь и родителям, и это все я знаю. Смотрите, что происходит с этой территорией, которая идет по бизнес-гаванам вообще. Для того, чтобы нам понять в целом городу, то есть как нам развиваться дальше по той территории, потому что очень много намерений. Есть большое намерение по огромным технопаркам, то есть по промышленным паркам. Ну, скажем так, не пугайтесь этих слов. Это, скажем так, на всякий случай. То есть это могут быть логистические центры, это где-то будут там жилые образования. Для того, чтобы понять, как развиваться и с такими дорогами, и в каком направлении, и вообще по всем охранным зонам. У нас же там есть и ТЭЦ-Шелест, есть и Монетный двор, есть и наши ПЗС. Поэтому разрабатывается детальный план территории. И этот детальный план территории, то есть на сегодняшний день, который разрабатывает Институт Генерального Плана, КАУ Броневицкий, Сергей Петрович, который возглавляет, они выиграли тендер. То есть и за бюджетные деньги на сегодняшний день разрабатывается детальный план территории на вот этом всем участке Бизнес-Галу. Я сейчас... Пошу. Вот я возьму. Вот. Еще раз фамилию, пожалуйста. Броневицкий Сергей Петрович. Это директор Института Генерального Плана, то есть который разрабатывает Генеральный План Города Киева, который разрабатывает зонинг, и также его институт участвовал в тендерах. То есть мы стараемся максимально, скажем так, содействовать, чтобы у нас было понятно, куда двигаться городу, проводится тендер и на разработку. Мы сейчас говорим вот об этой территории. Вот. То есть она все время у нас на картах, она была как ДПТ. А где Буковская проходит-то? Никак не этой схемы. Можете показать? Нет, сейчас я не готова показать. Пять секунд. Это в таком масштабе. Что конкретно вас интересует? Скажите, пожалуйста. Чтобы определилась, где мой огород вот был в вашей карте. А, смотрите, то есть мы... Я не собираюсь никому отдавать. Что-что? Никому отдавать. Вы можете не собираться никому отдавать, но вы тогда должны показать свои документы на землю. На землю. Значит... Распоряд, распоряжаясь киевской землей, делает это не в конституционный способ. Значит, ни один из проектов, который сейчас, ни один из проектов, которые сейчас вот вами реализовываются, не согласован с конституционным собственником. Это территориальной громадой Леснянского района, Днепровского района и все. Ни один не согласован. Печерский район, который застраивается и выносится прямо на придомовых территориях, Днепровский район, в котором я живу, у нас идут просто такие несогласования. Поэтому вы нам, пожалуйста... Не согласен, подождите. Смотрите, мы вас послушали, теперь послушайте. Значит, мы пришли с целью уведомить вас. Вы просто к этому моменту, вы не подготовили документы, которые были направлены нами, а, как сказала секретарь, когда готовила нас к нашей встрече, она сказала, что вы получили рекомендацию или, как есть доручение кличка, разглянуть и це питання. Вот, значит, вы обязательно найдите, потому что вы не готовы к разговору. Значит, мы документы показали, что у вас документов нету, а мы эту землю нашли как бесхозную. Мало того, эта земля полностью заваливается мусором. И вот этими руками мы лично, без техники, убираем свалки, которые свозятся туда буддивельными компаниями. Значит, на этих участках люди себе овощину, вот эти пенсионеры несчастные, которые вынуждены работать, они обрабатывали, они там сделали землю реально пухом из того смятя, яке оно там відбувається. Значит, мы были в КП, инвестиційное агентство, у нас этот разговор записан. Значит, есть закрытая группа огородников, которые отслеживают это питание. Мы создали, да, в КП, это вам, господи, коммунальное предприємство, инвестиційное агентство, вот которое мы вам отправляли, вот этот документ я только что показывала. Вот смотрите, чтобы вы понимали, мы там сейчас занимаемся, да, вот это, да, чтобы я его не потеряла, здесь идет все обґрунтування, мы создали кооператив обслуживающий, вот эта вся территория огородов, которая зафиксирована в Киевраде, с додатками, документами про то, что Киеврада не имела права выносить эти решения. Просто вы понимаете, я понимаю, что у вас орбита действий, ну, так сказать, где-то над людьми, а люди по земле... А почему вы так решили? Нет, потому что вы об этом не знаете, а у нас среди населения... А вы мне сейчас оскравляете своими заявлениями? Нет. Почему вы считаете, что я вот... Нет, я не вас лично, а вообще кабинеты и коммунальные предприятия. Я вам еще раз говорю, мы правозащитники, юристы, которые разобрались с тем, достали документы о том, что Киеврада не создана в конституционный способ, что не имеет статута зарегистрированного, что выносит решения без нашего, когда они уже вынесли, приносят грамматские слухания. А вы знаете, что народ намного мудрее. Мы уже поняли, сейчас это... Вот у меня вся вот эта вот переписка в двух папках по этой земле лично. Так вот, об этом знают международные структуры, что вы возле озера собираетесь создавать техно какой-то парк, бизнес-гавань, строите гаражи, возите свалку вместо того, чтобы экология... Вы это кто? Ну, вообще, вы... Вы уточните, когда говорите вы. Вы обращаетесь ко мне или вы обращаетесь к кому? Когда говорите вы? Я понимаю, что я... Власти или коммунальные предприятия, которые мы подняли... У нас есть статут вашей деятельности, статут коммунального предприятия, инвестиционного агентства. Ну, не стыковываются с Конституцией, понимаете? Вы выносите решения, которые не согласованы с властником. Продаете землю, начиная от дома, возле которого, вернее, территории, в которой я живу, Днепровский район. Жмаченко-28, Тов-Дизбуд, значит, этот самый, Миропольская-29, там люди сейчас в Косми ложатся под придомовую территорию, прямо впритык к дому, 10 соток забрали. А люди здесь по 10 соток берут и будут реализовывать это право. Мы в коммунальном предприятии вместе с директ... вернее, председателем кооператива, вот этот самый секретарь кооператива, который поставили до видом, что вместе с проектом, который вы там готовите, готовьте... А какой проект вы готовите? Бизнес-гавань. Какой проект сейчас? Бизнес-гавань. Еще раз я вам говорю. Вы понимаете, что есть... Давайте вот расставим точки над... Извините, что я вас перебиваю, но я хочу с тобой... Можно я договорю? Пожалуйста. Последнее скажу, готовьте к БТР. Вы готовьтесь, пожалуйста, к диалогу, а не к БТР, а не к войне. Нет, так вы готовьтесь. Мы просто там берем, убираем мусор. Прекратите говорить о БТРах. Прекратите говорить о войне. Нет, так вы нам сразу сказали. Еще раз, вы можете мне слушать, вы ко мне пришли для диалога, чтобы я вам что-то ответил. Что я вам сразу сказал? Мы пришли вам сказать, что мы с этой земли не уйдем. Вам не нужно меня слушать? Ваша права. Нет, мы пришли поставить и до видома. И узнать, какую рекомендацию вам сказал Кличко по поводу этого проекта. Все. Вот это у нас две задачи. Первая, сказать нашу позицию. И послушать теперь, что Кличко... Ваша позиция готовить нам БТР. Нет, вы готовьте. Подождите. А нам почему готовить БТР? Потому что люди не будут уходить с этой земли. А почему вы говорите о войне? Вы скажите мне, почему вы говорите о технике? Послушайте. Почему? Потому что нам сейчас... Хорошо. А вы готовы меня сейчас выслушать? Спокойно выслушать? Вот теперь, конечно. Слава тебе, Господи. А вот теперь слушайте меня, пожалуйста. Очень настаиваю, чтобы меня не перебивали. Значит, разработчик, который начинает рассматривать вот эту территорию, он должен действовать исключительно в правом поле. Он отвечает, несет всю ответственность своим сертификатом. Да? Как разработчик по этой территории. То есть при проектировании, при освоении площадок, при показывании намерения, никто сюда еще не заходит никакой техникой, ничем. Тут вообще сложнейшая ситуация. Для того, чтобы вообще осваивать эту территорию, здесь проблемы там с сетями, здесь проблема с землей, здесь проблема с геологией, здесь проблема с охранными зонами, со всем на свете. И в том числе. То есть надо понимать эти огороды. Вы понимаете, какие здесь даже охранные зоны от ТЭД-6, а что это за озеро? Вы знаете, что в этом озере? Вы знаете этот радиоактивный фон? Нет, я просто спрашиваю. Уже знаю. И дальше я говорю, я знаю. И вот теперь, ради Бога, пожалуйста, это вы можете и под высоковольтными проводами строить и делать. Да, и выхода не трудно. Слушайте, выход есть всегда. Это вам так кажется, что сами всегда разговаривают враги. Я тоже вырос, извините, в простой семье и знаю, что такое копать огороды, и когда не хватает денег, и что такое 90-е годы. Я все это прекрасно знаю. Почему-то у всех... Поверьте. Нет, не спокойно, не спокойно. Потому что нам сказали, готовьте БТРы. А это мне вызывает возмущение и негатив, чтобы мы готовили БТРы, потому что у вас... Вы готовили, потому что люди там принципиально стоят. Так вот, слушайте меня дальше внимательно. То есть, есть открытая абсолютно процедура прохождения проектной документации. Абсолютно открытая. Есть они... Нелегитимными органами. Опять, какими нелегитимными органами? Киеврадой и Меськрадой, и департаментами, и коммунальным предприятием, которые мы не создавали. То учредители у нас дадут, и мы с юридической точки зрения подошли к деятельности таких организаций, которые вот это все как бы делают очень все правильно, согласовывают это самое, а не решают вопрос принципиально. Экология. Раз. Второе. Социальное государство, которое должно было обеспечить место людей, которые раком, простите, там стоят на этих огородах, так социально обеспечить... Вопрос сейчас... Вопрос связанный в том, чтобы эту землю... Мы пришли, вас поставят и до видома. Писали, объясняли, Киевраде, всем-всем, и даже экологам, и международного уровня. Сейчас мы серьезно беремся за эту землю своими руками. Мы провели дороги. Реально. Ну что значит самовольно? Самовольно. А как? Я спрашиваю, вот проект есть этих дорог? Я вам сейчас рассказываю еще раз. Что мы написали, сгидно с законом, вы изучите законодательство, почему мы до сих пор там благополучно работаем, милиция приезжает, прежде чем ступала нога моя туда, ко мне обратились люди изучить вообще, как защитить их в этом поле. И мы получили ответы, что эта земля никем не обрабатывается, она свободна. А Киеврада, знаете, как атошникам говорят, найдешь землю, тебе земля. А мы нашли облику вам и примушуем. С вами можно оформить? С нелегитивными органами, которые отказываются о том, что у нас земля найдена? Еще раз говорю, смотрите, поведомление, которое мы поставили Давидома, всех этих самых, мы поведомили Киевраду, президента, всех, милицию о том, что мы землю нашли. То есть, что написано у нас в земельном кодексе, он по вашему конституционный, он действующий, нормативно? Абсолютно, 121-я, 123-я статья. И что там написано, когда возникает право пользования или собственности земельным участком? Когда громадян и народы все, уже обеспечивать государство должно думать. Это право субъекта. Еще раз говорю. А право пользования земельным участком возникает с момента регистрации такого права. Значит, еще раз говорю, что когда мы пошли по вот этому рекомендации Киевсовету, вот тут все прошли этот механизм, который рекомендует Киевсовет. Напишите заяву, клопотание про отримание земельной делянки. Мы это все проходили. Ответ ошеломляющий своей новизной. Говорят...